данное видео это продолжение предыдущих видео на моем канале останки царской семьи подлог и расстрела царской семьи не было предыдущих видео я рассказал что расстрела царской семьи не было все это была дешевая инсценировка роберт арчербальд вильтон английский журналист работающий в россии в годы первой мировой войны записал в разговоре со следователем соколовым даже если они живы надо говорить что они мертвы ну хорошо если царская семья спаслась из ипатьевского дома то куда потом делись ее члены и тут много интересного в данном видео я расскажу о судьбе старшей дочери николая второго ольги николаевны романовой и царевича алексея будет интересно приготовились поехали ольга николаевна романова 1895 года рождения великая княжна первенец император николая второго и императрицы александры федоровны в ночь 16 на 17 июля 1918 года якобы была расстреляна вместе со своей семьей в полуподвальном помещении дома ипатьева в екатеринбурге так утверждает официальная история но в начале 90-х годов прошлого столетия в итальянской газете ля република прошла заметка рассказывающая о кончине монахини сестры паскалины ленерт которая с 1939 по 1958 годы занимала важный пост при римском папе пи 12 перед смертью она позвала нотариуса и поведала что ольга романовна дочь николая второго не была расстреляна большевиками а прожила долгую жизнь под покровительством ватикана и была похоронена на кладбище в деревне маркотте на севере италии журналисты выехавшие по указанному адресу действительно обнаружили на погосте плиту где по-немецки было написано ольга николаевна старшая дочь русского царя николая романова 1895 1976 долгое время за местом захоронения следила пожилая супружеская пара бывший гренадер сардиния на даниэле и франческо даниэле ногара как только информация об этой могиле просочилась в прессу ей активно заинтересовались родственники романовых и даже следственный комитет россии в рамках расследования найденных останков под екатеринбургом следственный комитет россии в 1995 году запросил их сгумацию останков но под предлогом неуплаты налога могила была тут же уничтожена гроб ночью по приказу ватикана срочно выкопали и перевезли в фамильный склеп семьи айрольди чьи родственники отказались сотрудничать со следствием и давать по этому поводу какие-либо комментарии общественность опять осталась без доказательства а если еще какие-то подтверждения что ватикан мог как-то быть связанным с царской семьей прямых улик нет но косвенных очень много для примера с царской семьей пересекается римский папа пи 12 у которого личным секретарем и была сестра паскалина ленерт та самая что и оставила информацию о спасении дочери николая второго ольги николаевне романовой для справки папа пи 12 в миру и о дженнио пачели папа римский с 1939 по 1958 года немного истории 23 апреля 1917 года папа римский бенедикт пятнадцатый назначил итальянского архиепископа и о дженнио пачели представителем папы римского на всей территории германской империи с этого момента по поручению ватикана пачели в германии занимается судьбами беженцев и военнопленных оказываем посильную помощь возвращение на родину юридические финансовые услуги а также он расселяет важных и богатых особ по монастырям европы и помогает с новыми документами и отправляет за океан в америку прячь их от политических преследований это очень важный момент в истории деятельности архиепископа в германии по инициативе ватикана в период 1917-1918 годов пачели два раза встречался с германским императором вильгельмом вторым по вопросу судьбы российской императорской семьи до чего они договорились мы точно не узнаем но после первой такой встречи секретарь архиепископа сестра паскалина ленерт вспоминала что пачели был убит горем из-за того что кайзер оказался глух ко всем его предложениям а после второй встречи архиепископ с порога заявил бог наконец услышал его молитвы можно предположить что царская семья как минимум супруга с дочерьми были доставлены в германию где первое время женщины находились под охраной вильгельма но когда его кресло затрещало многие важные особы бросились эмигрировать из германии куда-нибудь подальше разбежались по свету и женщин николая второго к тому времени уже вполне взрослые особы и крайне самостоятельные так вот судьбой ольги николаевны романовой по поручению архиепископа пачели занялась именно сестра паскалия ленерт она переправила старшую дочь николая второго в италию и поселила в деревне маркотти со слов местных жителей данная особа никогда не работала и жила в достатке на средства выделяемые ватиканом у женщины была даже своя прислуга ее постоянно навещали представители ватикана и относились к ней с большим почтением многие жители удивлялись что такая важная особа делает в их богом забытой деревушке в горах по моему мнению это самая интересная и правдоподобная версия о спасении царской семьи в общем и старшей дочери николая второго ольги в частности а теперь о наследнике сын николая второго царевича алексея если с судьбой царевича алексея мне в общем то все понятно он один из немногих кто точно выжил в екатеринбурге об этом я подробно рассказал в предыдущем своем видео расстрела царской семьи не было то вопросе о дальнейшей его судьбе у меня долго не было однозначного ответа как нет и до сегодняшнего дня версии дальнейшей его судьбы очень много одна интереснее другой но почти все тут же рассыпаются при внимательном излучении материала самую популярную версию о том что царевич алексей стал впоследствии председателем совета министров ссср алексеем николаевичем косыгиным я отметаю сразу и вот почему во-первых мне непонятно зачем многие исследователи сравнивают фотопортрет молодого царевича со взрослым косыгиным и умудряются увидеть в двух абсолютно разных лицах какое-то сходство почему никто не сравнивает юношеские фото косыгина и царевича где отчетливо видно что это совершенно разные люди к тому же ушные раковины царевича и председатель совета министров ссср абсолютно разные и это не видит только слепой а ушные раковины людей как отпечатки пальцев уникальны во вторых косыгин никогда не болел гемофилии ни в какой ее форме был абсолютно здоров косыгин служил в армии был настоящим спортсменом профессионально увлекался спортом гребля лыжи бег волейбол горные походы городки и держал себя в тонусе активность занятия спортом алексей николаевич прекратил только после микроинсульта в 1978 года и тяжелого инфаркта 1979 года поэтому отождествлять косыгина и царевича алексея это мягко говоря некорректно насчет других кандидатов то тут важно понять одну и важную детали если николай и его супруга реально не хотели покидать пределы россии и прятаться за границей тот все дочери императора и сын алексей только и мечтали сбежать из ненавистной россии и обрести покой за рубежом об этом они часто писали в своих дневниках об этом рассказывали их родственники с которыми они переписывались до последнего дня я вполне признаю что правительство советов спасло царскую семью чтобы не гневить германское правительство и побыстрее подписать брестский мир для советской власти царская семья должна была быть живой иначе головы полетели бы и революции конец но я никогда не поверю чтобы советское правительство оставила царскую семью на территории страны разрешил им свободно жить жениться рожать детей служить в армии получать образование и работать на госслужбе стране много людей хорошо знавших царскую семью в лицо и скрыться в россии был бы проблематично информация просочилась бы очень быстро еще в 18-20 годах к тому же 18-20 годах еще шла гражданская война и монархические силы в стране были очень сильны зачем же оставлять царскую семью намного проще расстрелять от греха подальше а вот если царскую семью передали германским властям в обмен на лояльность к новой советской власти то все становится на свои места поэтому искать следы романовых особенно дочерей алексей на территории большевистской россии которую они всем сердцем ненавидели абсурд поэтому я отметаю и второго кандидата на роль царевича алексея это филиппа григорьевича семенова этот товарищ откровенно разъезжает по всей стране записывается в кавалерию и долго служит в армии где офицерами служат бывшие царские полковники генералы которые хорошо знали царскую семью и царевич алексея лично молодой филипп открыто посещает петроград ходит по зимню дворцу наслаждается воспоминаниями это же абсурд а если внимательно посмотреть на фото этого филиппа то понятно что в чертах этого самозванца нет ничего общего с наследником а как же три генетические экспертизы две из которых якобы подтвердили что он родственник царской семьи спросит ноги а откуда вы взяли что эти экспертизы были это же обычный фейк никаких экспертиз по этому поводу не было так тоже остается могу предположить вариант которые многие незаслуженно изначально считали самым слабым но при детальном изучении материала этот вариант становится самым правдоподобным и убедительным и сотни других это эрнест в эрман как вы помните в предыдущем видео я рассказал как спасли алексея и как он был вывезен из ипатьевского дома как его подлечили и отправили к родственникам но каким родственникам и вот тут самое интересное у кого же оказался больной алексей многие из вас знакомы с версии которая занимала третью строчку в нашем хит параде претендентов на роль царевича алексея это есть эрнест в эрман по официальной версии его родителями были эстонские крестьяне иозе верман и его жена паула а дальше бла-бла-бла официальная легенда многие услышали эстонские фамилии родителей паренька и отсутствие гемофилии у главного претендента на роль наследника царского престола и сразу вычеркнули эту версию из правдоподобных записав эрнста в откровенного самозванца на самом деле с родителями мальчика не все так просто во первых они ему не родные мать паула это павла михайловна бенкендорф а иозеф в ерман это джон в ерман если о джоне в ерман известно немного лишь то что он был богатым уральским дворянином то о личности павла михайловна бенкендорф стоит поговорить подробнее ее отцом был александр михайлович бенкендорф очень богатый в россии нефтепромышленник а дядей знаменитый шеф жандармов 19 века граф александр христофорович фон бенкендорф бенкендорфы были близкими доверенными людьми в царском окружении так вот павла михайловна бенкендорф в 1904 году вышла замуж за джона вейрмана и вместе с мужем переехала к нему в екатеринбург молодые жили в своем огромном доме и держали большое производство молочные фермы в 1905 году у них родился сын эрнст который умирает весной 1918 года от брюшного тифа когда царевича за день до предполагаемой казни под видом поваренка леньки сиднева люди берзина вывезли из ипатьевского дома больного алексея забрала к себе семья вейрмана и оформила его как своего сына эрнста в екатеринбурге шла революция списки погибших от тифа никто не вел не до того было вскоре семья вейрмана понимая что их семейному бизнесу в россии конец перебралась на родину беккендорфов в прибалтику в эстонию которая на тот момент уже отошла от россии так алексей и стал эрнстом верманом хотя в семье его продолжали называть алексеем работа журналистом в одной из эстонских газет 1937 года эрнест присвоил себе псевдоним эйна тамет его псевдоним переводился с эстонского как царский дуб что является явным намеком на его подлинное происхождение когда в 1944 году советские власти вошли в прибалтику эрнст верман перебрался в швецию а в 1952 года окончательно перебрался в канаду где женился в третий раз он умер 26 июня 1977 года и тут самое интересное эрнст верман перед смертью поделился своей тайной с канадскими журналистами и в подтверждение своих слов рассказал про тайны ипатийского дома подробно описал какие-то драгоценности спрятанные в полу и как попасть в подземный туннель которым спаслась его семья из епатевского дома он предложил проверить его информацию но вы поймете что я говорю правду что я и есть настоящий сын николая второго напомню это был 1977 год приближался 1978 год год сто десятилетия со дня рождения николая второго и шестидесятилетия со дня его расстрела эти годовщины привлекали внимание зарубежной прессы и радиостанций и тут в екатеринбургское отделение кгб из москвы пришло срочно сообщение что группы иностранных журналистов ближайший месяц хочет посетить ипатийский дом по вопросу царской семьи и что-то там расследовать искать какие-то спрятанные сокровища и подземный ход и что сделало руководство екатеринбурга в июле 1977 года дом ипатийского неожиданно цепляют срочно приезжает комиссия во главе с профессором малаховым которая исследовала нет ли в доме подземелье и тайников но не странно ли совпадение чуть позже комиссия подтвердила слова эрнста при вскрытии пола в комнате где в 1918 году жили великие книжные романовы были обнаружены завернуты в газету и засунутый между плинтусом и полом золотой браслет с драгоценными камнями и вензелем т а также и подземный проход повторю вся эта информация в открытом доступе почему этого никто не видит а вскоре было принято решение немедленно снести это здание а то вдруг еще появятся факты о фальсификации расстрела царской семьи если наставил о сносе дома ипатьево воспоминания в книге исповедь на заданную тему вдруг я получаю пакет секретный из полюбюро уничтожить дом ипатьево сопротивляться было невозможно и вот собрали технику и за одну ночь разрушили на данном этапе мы можем задаться вопросом как алексею страдающего гемофилии удалось выжить несмотря на свои болезни которые в настоящее время даже не могут лечить в болезни алексея все зациклились на неизлечимой гемофилии да с ней действительно долго не живут в этом и ошибка почти всех исследователей историков сегодня многие врачи предполагают что алексей страдал на самом деле не гемофилии а тромбоцитопенией симптомы этого заболевания почти идентичны гемофилии и даже многие специалисты не сходу могут это определить только от одного заболевания можно вылечиться а другого люди умирают кстати эрнст верман имел именно это редкое заболевание меня часто спрашивают почему родственники якобы оставшихся в живых членов царской семьи не подают иски не требуют своей доли в наследство и так далее это неправда требует постоянно да еще как требует другой разговор что их мало кто слушает устали все в мире от наследников царской семьи да непростое это дело так для примера в 1993 году пытаясь с помощью науки удостоверить подлинность личности своего покойного мужа вдова эрнста отправила на экспертизу его зуб сначала эксперты отказались производить эту экспертизу а когда в процесс вмешались адвокаты вдовы оказалось что зуб таинственным образом пропал как видите никто не хочет чтобы правда о царской семьи была раскрыта об остальных членах царской семьи и о их судьбе я расскажу в следующем видео поэтому подписывайтесь на мой канал следите за новостями до встречи